Сегодня я хочу поговорить с вами об уникальности Израиля, еврейского народа, и о том, что им дано непреложное дар и призвание от Господа, и у них есть определенная цель от Господа в этом мире. В Риминах 11 главе, после того, как Шауль говорит, он говорит о том, что еврейский народ не пришел к Ишуа, это временная ситуация, и эта ситуация, она придет к концу, и наш народ, он обернется к Ишуа, и это приведет к жизни из мертвых, как написано в Риминах 11 главе 15 стих. Что будет принятие их как жизни из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Это значит, что еврейский народ, они святой народ, и то, что еврейский народ, он верит в Ишуа, это говорит о том, что это тот самый остаток, доказывает о святости всего народа. И потом, после этого, когда он говорит о том, что еврейский народ вернется к Ишуа в конце дней, и весь Израиль спасется, а потом он говорит следующее, в потрясающем тексте, 11 глава 28-29. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию, возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвания Божьи не приложены. Другими словами, для еврейского народа есть дары и призвания, которые не приложены. Они избранный народ, и это совершенно не имеет ничего общего с тем, что Господь не избрал других народов, которые сотрудничают с еврейским народом и делят с ними вместе священство, но тем не менее, еврейский народ, он до сих пор является избранным этнической группой, этническим народом. Оба верно. Избрание народов из других народов, и также еврейского народа, как определенной этнической группы. Что говорит Шауль об еврейском народе, как этнической группе? Что для них есть определенное призвание и дары, которые дал Господь, и они не приложены. Божьи дары и призвания непреложны. Нам нужно поговорить о том, что такое непреложные дары, и что такое непреложное призвание Господа. Непреложный дар, он также связан с призванием, потому что дары, которые были в этом еврейском народе, это первое, это унаследовать землю, на которой мы живем, земля Израиля, на которой мы сейчас находимся. И второе, это образ жизни, который сохранил нас, как народ, и также как свидетельство другим народам. Это один из даров нам. И также в том, чтобы мы были инструментом спасения всего мира. И мы уже были инструментом спасения, так как Ишуа уже сказала, что спасение, оно придет через евреев. И спасение пришло из еврейского народа, и также тем, которые последовали за Ишуа. И другого спасения народам нет. И нам нужно подумать немножко более глубоко о призвании еврейского народа. И предварительное призвание, изначальное призвание, это быть определенным, отдельным священством. В исходе 19 главе Господь говорит еврейскому народу, что вы царственное священство, святой народ. И он сказал Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя, и в тебе все народы земли благословлятся». Берешит, 12 глава, 3 стих, «Все народы всей земли будут благословены в тебе». Природа священства в том, чтобы принести Божье благословление народам. Это роль посредника, принести народы к Господу и принести Бога к народам. И такая роль, которую мы уже сделали, и также мы продолжаем это делать. Но само наше существование как народа является доказательством реальности Бога. Вы когда-нибудь думали о том факте, что если еврейский человек говорит, что он атеист, это противоречащий факт поставить еврея и атеиста в одно и то же предложение? Когда человек, еврей, говорит о том, что он атеист, человек, который не еврей, он сразу думает о том, о десяти заповедях, о Моисее, о горе Синаи. И даже если еврей заявляет о себе, что он атеист, он не может быть никем другим, как свидетелем тому, что есть Божий Завет, о том, что у Бога есть определенные стандарты, которые, в принципе, применяются ко всему миру. Поэтому еврейский народ является свидетелем. Само наше существование является свидетельством существования Господа и доказательством Божьих стандартов о том, что все народы будут судимы по стандартам Божьим. И в добавление к этому, сам стиль жизни еврея доказывает о верности Божьей, потому что все праздники, которые мы соблюдаем и празднуем, говорят о верности Божьей, Бога, который спас нас от рабства в Египте, привел нас в обетованную землю и искупил нас как людей и подготовил нас к будущему веку. И все эти праздники, которые мы празднуем, они говорят о Божьем обеспечении, о Божьей цели на последние дни. Когда мы, например, празднуем Песах, мы празднуем первые плоды, мы празднуем освобождение из Египта, мы празднуем о том, что мы были освобождены от Ангела Смерти, но также мы смотрим и вперед на конечную цель, на конечное вхождение в обетованную землю, когда Мессия придет и освободит нас от давления народов, и все народы войдут в обетованную землю Господа вместе, тогда, когда мир станет обетованной землей, и мы, еврейский народ, мы унаследуем эту обетованную землю, землю Израиля. Все праздники, они празднуют своего рода трехмерное измерение, они празднуют историческое измерение, исполнение в Ешуа, и исполнение во втором приходе Ешуа. Например, когда мы думаем о Песахе, мы думаем об исходе из Египта, но мы также думаем о том, что он является нашим пасхальным агнцем, который берет на себя грехи мира, и мы входим в новый исход в нем, в личном переживании смерти и воскресения, когда мы исполняемся Его Святым Духом, когда мы празднуем праздник Шеву-От. Мы помним первое, самое важное собирание урожая в году, и также мы помним то, что Господь дал нам закон в этот момент, и также Он излил на нас, излил свой Святой Дух во время праздника Пятидесятницы, и в один день весь мир будет исполнил познанием Господа, весь мир исполнится Духом Святым. И еврейская жизнь является свидетельством того, что Господь будет делать, так же, как и Йом-Кипур говорит о том, что у Бога есть покрытие для грехов, для Израиля и для всех народов, например, праздник Суккот или праздник Кущей, его нужно праздновать всем народам, как празднование Царства Божьего. И таким образом мы видим, что еврейская жизнь, она является жизнью ходатайственной. Часть смысла того, что ты являешься священником, это ты ищешь Господа, и ты просишь у Него, чтобы Он спас народы и спас весь мир. И само празднование праздников является взыванием к осуществлению этих празднований. И еврейская жизнь является жизнью ходатайственной для спасения всего мира. Мы это можем видеть в праздновании Шаббата. Шаббат является воспоминанием исхода, и Шаббат также является празднованием свободы, потому что мы не являемся в оковах работы. И это что-то, во что мы входим в Ешо. Ешо является исполнением смысла Шаббата. Мы входим в мир и покой в нем, как и написано в книге к евреям, чтобы мы были осторожны, чтобы мы постарались соединить вместе нашу веру и Божьи цели. Если мы не сможем соединить эти вещи вместе, если у нас не будет элемента веры, тогда мы не преуспеем. И по сути, суббота является указателем к веку, который придет, потому что тот век, который придет, он является веком субботы. В век субботы все народы, которые будут спасены, они войдут в период покоя в Боге и мира в Боге. Субботний покой — это не значит, что прекратится деятельность. Это значит, что прекратится деятельность, которая не приносит плода, которая не приносит наслаждения, не приносит радости. И все наши слезы Господь утрет в это время субботнего покоя в будущем веке. Не будет более печали, не будет более смерти и боли. еврейская жизнь является ролью ходатая и священника, перенести в жизни то, что написано в Писании, и также является свидетельством тому, что Господь исполнит свою волю. И благодаря тому, что Господь верен своему народу, сохранил свой народ, привел нас назад в эту землю, мы понимаем, что Господь будет также верен своим обещаниям не только к Израилю, но также и всем народам, которые верующие в Ишуа. И Господь будет верен не только к Израилю, но также будет верен обещаниям, которые Он дал народам, искупить их также в конце дней. И в этом значение еврейского призвания, как священства. У нас есть непреложное призвание от Господа, и Он никогда не отойдет от нас, как от народа. Это прекрасное призвание священства, и это призвание дает нам радость, дает нам радость в том, что мы знаем, что Господь с любовью заботится о нас, как о народе. Амин. Мессианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова